С аудитом госконтроля общественность связывала большие надежды. Его отчеты о деятельности различных государственных учреждений и институтов всегда достаточно критичны и пользуются доверием и специалистов. Но аудиторы на пресс-конференции сразу же предупредили, что госконтроль не ведет следствие и более того работает в основном с документами. Хотя в случае с веб-фондом такой подход надежнее. Ведь многие причастные политики и финансисты дружно пострадают от болезней из бразильских сериалов «Потери памяти», в один голос утверждая, что почти ничего не помнят о событиях 22-летней давности. Документов сохранилось достаточно много, чтобы понять, что произошло. Но с начала саги о веб-фонде прошло 22 года. Надо помнить, что эстонское государство было лишь создано заново. Это же относится и к его институтам. Многие правовые акты только создавались, многие устарели. СССР находился в экономическом коллапсе. На деятельность Внешэкономбанка был наложен мораторий. Но сохранились далеко не все документы. Даже совгосконтроль обнаружил, что в его архивах отсутствует папка от 1996 года, в которой по странному совпадению находились документы по веб-фонду. В российской счетной палате также заявили, что большинство документов уже уничтожено. Сохранившиеся можно найти в сегодняшнем открытом отчете госконтроля, наследующим несколько сотен страниц. Началась сага в 1992 году, когда решением Верховного Совета Российской Федерации было заморожено использование валюты на счетах Внешэкономбанка. Там хранились и средства эстонских предприятий. Удивительно то, что вместо того, чтобы оповестить вкладчиков о возможных проблемах, эстонские банки продолжали вести операции через счета Внешэкономбанка. В результате число финансовых средств эстонских предприятий в течение 1992 года выросло с 14 до 75 миллионов долларов. Отчет госконтроля внимательно слушал и председатель специальной парламентской комиссии. У нас рапорт будет в следующей среде. И самый важный момент, что мы спрашивали вопросы из людей, кто делали эти решения. На Риге, этот Риге контроль, у них была работа, они сделали работу вместе в фактах. Это самый важный их момент. Сам так называемый веб-фонд был создан в 1993 году решением Риге Кугу. Он должен был выдать юридическим и физическим лицам сертификаты, подтверждающие их претензии к Внешэкономбанку. Но никаких финансовых обязательств на себя эстонское государство не брало. Фонд также должен был спасти от краха два эстонских банка, которые вели финансовые операции с Россией. Госконтроль нашел существенные нарушения в деятельности как веб-фонда, так и Банка Эстонии. Бухгалтерия велась некорректно. Увы, бумаги не позволяют воевать мотивы, которые двигали их авторами. Несмотря на многочисленные переговоры, большинство клиентов не получило свои средства обратно. Также осталось открытым, кто подготовил подписанное позднее президентом Банка Эстонии Вахурм Крафтом скандальное письмо, позволившее некой фирме ТСЛ получить более 32 миллионов долларов на свой счет вместо реально замороженного одного миллиона. Что стало с этими миллионами, тоже неизвестно. В 2014 году веб-фонд полностью прекратил свою деятельность. Пока остается надеяться, что аудит госконтроля и готовящийся отчет парламентской комиссии заинтересует компетентные органы.